Друзья, всем привет! Хотел бы поговорить по поводу продажи замков и стоимости их. Недавно выложил ролик с продажи замка П-5 за 50 тысяч рублей. И мне, ребята, некоторые пишут, иностранцы и русские, что это дорого, что его крайняя цена это 5 тысяч рублей. Хочу объяснить вам всю ситуацию в корне. Первый момент. Занижение стоимости замков происходило каким путем? Тем путем, что человек, когда приходит в игру, это как в казино, начинает донатить в нее, потом ему дают китайцы какие-нибудь. Он понимает, что он не справится с данным донатом и продает хоть за сколько-нибудь замок, чтобы просто уйти с игры. И не донатить больше. Он себя тем самым останавливает. Как правило, эти замки покупают либо русские, которые потом опять их перепродают. Я сейчас говорю про русских игроков. Либо иностранцы, которые просто вводят этот замок в тот же альянс и благополучно усиливают королевство. Бывали такие случаи даже в нашем королевстве, когда замок, по сути, не так дорого был куплен у турка. В итоге его обнулили полностью, да, по шестой. Вроде недорого. Но по факту денег-то жалко. Было 300 миллионов силы, а потом бах и ноль. Поэтому здесь вы должны понимать четко, то есть какое королевство. Если вы купите замок даже за 300 долларов по шестой, что вы с ним будете делать? Готовы ли вы донатить в данный замок, чтобы противостоять всему королевству, где уже просто устаканено все? Я думаю, что нет. Вы же не готовы миллионы тратить. А по факту по-другому никак. В моем королевстве не будет дешевых замков. По одной такой причине, потому что русское королевство, игроков русских, русскоговорящих, предостаточно. Соответственно, замки, которые я продаю, я даю гарантию, что вас его никто не угонит. Вы не будете просыпаться там в поту и переживать о том, что завтра вы зайдете, а замок будет пустой. Нет. Замок будет целый, и вы будете на нем играть. Меня интересуют игроки, соответственно, которые готовы потратить денег действительно на тот замок, который заслуживает этих денег. Потому что он стоит в разы, в разы дороже. Меня не интересуют фермеры, которые и тысячу рублей не могут потратить в игру. Зачем разглагольствовать? Если вы можете купить себе замок за 5000 рублей, идите и покупайте его в другом королевстве. В нашем вам ничего не светит. У нас, я в любом случае буду держать стоимость, и стоимость будет расти. Потому что у нас королевство живое, есть здоровая, здравая конкуренция, что ты без счета не постоишь. Любого уровня замок. У нас играют малыши, у нас короли все активные игроки. Я знаю, что во многих королевствах люди играют по 4-5 лет и ни разу не были королями. Они вообще не знают, что это за функция. У нас это есть. Я корону передаю. То есть все какие возможные условия я для ребят делаю. Чтобы у них был интерес. Поэтому, если вы считаете, что дорого, я готов у вас купить равнозначный замок. Постройте мне его в 113 королевстве. Меня в других не интересует королевство. Где там мертвый королевство. Либо постоянный мир, либо постоянная война. Меня таки не интересует. В моем постройте равнозначный замок. Я куплю его за те же самые деньги. За 50 тысяч рублей. Стоимость пакета сейчас 6 с половиной тысяч. За 8 пакетов. П-5. Давайте. Где только на спецвойска в ресурсы было потрачено, наверное, более 40 тысяч рублей. Сделайте мне такой же замок. И я с удовольствием у вас вову куплю. Для какого-нибудь игрока, который придет, а зимой будут люди приходить. Которые действительно захотят поиграть. Они его с удовольствием купят. И будут дальше продолжать его развивать. Поэтому прежде чем писать, что дорого, вы задумайтесь. А сможете ли вы за такое дорого построить равнозначный замок или нет. Именно в нашем королевстве. Либо где-то в том королевстве, где действительно будет интересно играть.